Добрый день, уважаемые коллеги. На завершающем в этом году заседании правительства Виктор Васильевич уже подводил некоторые итоги. Я позволю себе тоже сказать несколько слов в завершении нашей работы в 2007 году. Прошедший год был успешным. Действительно, это так, и цифры говорят сами за себя. ВВП страны вырос на 7,6%. Это весьма высокий показатель даже для предыдущих лет. А за 2004-2007 годы этот показатель вырос более чем на треть. Доказала свою устойчивость и финансовая система страны. По расчетам профицит федерального бюджета достиг 3,6% от ВВП. И это за вычетом 640 миллиардов рублей, направленных в Институт развития. Один из главных результатов – это увеличение более чем на 10% реальных доходов населения. Реальных, еще раз хочу подчеркнуть. Вы знаете, в будущем году мы дополнительно повысим пенсии и заработные платы. Продолжает сокращаться доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. По итогам года это будет до 12-13%. Напомню, что в 2006 году эта цифра была 15%. Мы ее сократили. И в целом мы действуем в графике по сокращению бедности. Программа по сокращению бедности, которую мы наметили, она исполняется. И мне это приятно отметить. Скажу также, что в предыдущие годы экономические достижения России было принято объяснять исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Однако сегодня дело уже не только в высоких доходах от экспорта газа и нефти. Лучше сработали многие отрасли и весь российский бизнес. Значительно больше привлечено инвестиций – 20%. А что касается прямых иностранных инвестиций, то их объем в 2007 году составил 3,3% от ВВП страны против 2,7% в 2006 году. И данный уровень соответствует наиболее инвестиционно привлекательным странам мира. Есть отдача и от наших усилий по диверсификации и модернизации экономики. Так ускорился рост машиностроения. Производство машин и оборудования выросло на рекордный 20%, транспортных средств на 15%. Напомню, что в 2006 году рост машиностроения составил всего 3,3%. Правда, если мы заглянем внутрь отрасли, мы увидим там очень много проблем и диспропорций. И правительство еще очень многое должно сделать для того, чтобы повышать стимулы в развитии машиностроения. Прибыль пока там гораздо меньше, чем в некоторых других отраслях в сфере оказания услуг. И это не может вывести нас на устойчивое развитие, если мы такой ситуации не изменим в ближайшие годы. Растет выпуск продукции в химической промышленности, в обработке древесины и целлюлозно-бумажной производстве, в промышленности стройматериалов. За 11 месяцев в России построили почти на 30% больше жилья, чем за тот же период 2006 года. Это очень неплохо. Выросло производство и в агропромышленном комплексе. Уважаемые коллеги, накопленный экономический потенциал должен быть и дальше использован для укрепления глобальных конкурентных преимуществ России в мире. В первую очередь нужно сосредоточиться на росте технологической и инновационной активности. В наступающем году многое предстоит сделать для развития транспортной и энергетической инфраструктуры. А созданные в 2007 году Институты развития госкорпорации должны предъявить практические результаты в реализации готовых проектов, либо показать, как реализуются запущенные проекты. Одной из центральных задач 2008 года считаю снижение темпов инфляции. Об этом мы много раз говорили. К сожалению, запланированные параметры на 2007 год нам выдержать не удалось. И здесь дело не только в Министерстве финансов. Министерство финансов призывало к экономии, призывало к сдерживанию определенных процессов. Здесь дело и в той ситуации, которая сложилась и в мировой экономике, но и у нас тоже. Специалисты считают, что мир вступает в эпоху дорогих продуктов питания, так же, как и дорогой энергетики. Но тем важнее, не просто сдерживать цены. Это недостаточно, и мы не добьемся нужного эффекта таким образом. Нужно думать о развитии собственного сельскохозяйственного производства. И если оно будет современным, основанным на новых технологиях, то тогда всё, что произведено в нашей стране, не может быть дороже того, что мы завозим по импорту в огромных размерах. Оно будет, конечно, и качественнее, и дешевле. Но нужно вкладывать туда деньги. И нужно помогать селянам вставать на ноги так, как мы это делали, может быть, в предыдущие года два в рамках национальных проектов. Нужно думать над тем, как нам выстраивать эту работу дальше. Развитие российской банковской системы и финансовых рынков также остаётся в числе приоритетов. Идущая реструктуризация экономики будет предъявлять всё более высокий спрос на современные финансовые услуги. В следующем году важнейшими для нас являются задачи по повышению благосостояния граждан. Повторю, над этими вопросами нужно работать грамотно, постоянно, настойчиво. Здесь требуется эффективно взаимодействовать с парламентом. И первоочередным порядком, мы с вами об этом уже говорили, нужно с 1 февраля 2008 года обеспечить рост оплаты труда в бюджетной сфере. Также с 1 февраля нужно поднять денежное удовольствие военнослужащих, провести перерасчёт пенсий военным пенсионерам. Будущий год объявлен у нас годом семьи, и он должен дать новые стимулы и создать механизмы для эффективной реализации нашей демографической стратегии. И, конечно, в период выборов президента России надёжно, ритмично должна работать вся государственная машина, включая, прежде всего, и правительство Российской Федерации. Поэтому задача Виктора Алексеевича Зубкова – обеспечить такое напряжение в работе, чтобы даже мой возможный приход в Белый дом всем показался праздником. Правительство Российской Федерации должно работать эффективно, динамично и быть вне всяких, в том числе таких важных внутриполитических событий, как выборы президента Российской Федерации. Подчеркну, мы работаем для граждан, для наших людей, и их нормальная жизнь должна быть обеспечена. Наступает Новый год. Я хочу всех членов правительства, весь аппарат правительства поблагодарить за успешную и эффективную работу. Хочу пожелать вам, вашим семьям, всего самого доброго в наступающем году. Здоровья и благополучия. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...